друзья давайте начнем добрый вечер мы продолжаем разговор о последствия глобального потепления в прошлый раз мы обсудили как это устроено в современной то есть нарушенной биосфере а сейчас рассмотрим почему ожидаемые плюсы которые если следует логике должны быть весьма значительны пряд ли оправдаются по крайней мере в современной хозяйственной системе я напомню что вместе с григорием станиславовичем еремкиным наблюдая казалось бы контринтуитивное изменение ареалов разных видов текст показанных на этом слайде в ответ на потепление северные виды дербник истребиная сова против часовой стрелки я рассказываю овсянка ремес овсянка крошка трехпалый дятел по ненарушенным таежным участкам стали распространяться к югу а дубравные виды вроде красивые вот этой сезаворонки показаны в правом углу стали отступать правда это был не единственный тренд по измененным человеком место обитаниям наоборот более южные виды шли к северу по антропогенной лесостепи так называемой которая в европейской части бывшего ссср крайне распространена собственно мало нарушены и сколько-нибудь сохранившиеся лесные или степные участки островами а доминирующий ландшафт это сельхоз угодья с лесные микрофрагменты и соответственно с север идут змея балобан копчик домовый сыч удод зеленый дятел так виноват змея балобан копчик домовый сыч удод зеленый дятел они как раз отступают по ненарушенным место обитаниям а степной лунь золотистая щурка мухоловка белошейка средний пестрый сирийский дятлы давно дошедшие до подмосковья они наоборот по измененным место обитаниям наступают точно так же многие беспозвоночные расселяются на север связи с изменением климата вот как пестрая бронзовка здесь показанная и соответственно тогда мы с Григорием Станиславовичем исходя из естественного для любого биолога представления о биосфере как гомеостатист формулировали что там где природное сообщество не нарушено в ответ на возмущение рост выбросов CO2 и CH4 основных парниковых газов они должны больше связывать углерод больше захоранивать как вот тут показано на графике для болот мы его обсуждали и в результате от этого будет только лучше вырастет продуктивность лесной и луговой и степной растительности расширятся те природные территории где больше леса и болот лучше захоранивающих CO2 и так далее то есть если бы ничего не было нарушено все последствия были бы только позитивные собственно если мы рассуждаем чисто логически то от потепления сопряженного на многих участках земной поверхности естественно с ростом увлажнения если помните я говорил про так называемое гумидное потепление где рост среднегодовой температуры идет в основном зимой зимы более мягкие а лето наоборот более сырые и холодные плюс естественно при потеплении интенсифицируется испарение по всей территории земного шара и водяного пара в атмосфере должно быть собственно только больше сейчас прошу прощения проверю продолжается ли запись отсюда следует три больших плюса давайте мы их запомним потому что по мере рассказа я буду обсуждать почему как говорится гладко было на бумаге за забыли про враги в конкретных наших земных обстоятельствах это касается как природа так и общество все эти три плюса не реализуются первый плюс естественно это рост продуктивности растительности больше co2 больше фотосинтез интенсивнее больше урожай боль распространяться леса зарастут пустыни и сторонники этой точки зрения они сейчас называют этот процесс глобальным позеленение они действительно указывают что с одной стороны кое-где лес распространяется ну например больше стал 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 стала леса в бывших соц странах особенно на границе между европейскими соц странами и украиной белоруссии прибалтикой больше стала леса на северной границы у нас в россии то есть лес движется к северу лес в большинстве российских горных систем движется снизу вверх и на первый взгляд это уверенное доказательство глобального позеленения второе доказательство которое сторонники этой точки зрения приводят это данные космоснимков они по пикселям на снимках можно оценить индекс листовой поверхности ну скажем за пять лет назад за сейчас за 10 лет назад и соответственно сравнивая данные по разным годам они действительно видят что листвы становятся больше означает ли это что стало больше растительности тут есть сомнения надо проверять и мы обсудим результаты этой проверки это первый плюс второй плюс ожидаемый это спасение жизни людей если мы посмотрим на распределение смертности внутри года то мы увидим большое зимнее превышение в каждый из годов зимой умирает больше людей в разных возрастах особенно в пожилых если вы если кто-то слышал то что я рассказывал о демографии то основной фактор смертности в современных странах завершивших демографический переход это болезни пожилых сердечно-сосудистые заболевания онкология повышенный вес диабет гипертония вот все вот это и зимой люди от этого умирают сильно больше не только потому что зимой новогодние праздники которые тоже дополнительную смертность дают но соответственно предполагается что этот зимний подъем смертности а он есть во всех странах включая тропические сходом глобального потепления исчезет ему глобальное потепление спасает жизнь и наконец третий момент от глобального потепления будет климат мягче современный климат предполагает большой контраст между наводнениями в одном месте и засухами в другом а тут с ростом общего испарения и ростом влажности воздуха везде климат станет неким усреднением и будет все замечательно в результате стихийных бедствий особенно гидрологического характера станет меньше это сразу скажу что это типичный пример ошибок от логики связанных с так называемыми однониточными теориями понятие однониточных теорий ввел известный философ Григорий Соломонович Померанц очень талантливый философ несмотря на то что стал антикоммунистом однониточная теория теория один фактор один отклик и как добавляют злые языки учитывая обстановку в современной науке одна статья это очень выгодно с точки зрения публикабельности и других критериев по которым оценивается сейчас работа ученых вот например не про потепление но пример очень наглядный в сайенс вышла статья а сайенс это один из двух самых престижных научных журналов и вы видите даже вынесено на обложку картинка что выращивание рисов китая способствует коллективистской психологии а выращивание пшеницы индивидуалистической такой вот пример псевдоматериализма сразу скажу что коллективизм культуры индивидуализм культуры это не идеологические бла-бла-бла это объективные измерения которые достигаются при помощи разного рода тестов например люди коллективистской культуры когда их просят описать некоторую картину они начинаются писания с рамки и потом описывают детали люди индивидуалистической культуры делают наоборот есть другие тесты характер культуры меняется как вы понимаете географически например китай корея япония тайвань вьетнам это страны коллективистской культуры иногда ее придерживаются иммигранты из этих стран сша где их часто наблюдают как они меняют культурный стереотип а вот например белые негры и латино сша культура индивидуалистическая различия по культуре также между верхом и низом социальной пирамиды низшие классы всегда более коллективистской культуры придерживаются чем верхи своей страны это очень хорошо показано и соответственно эти различия культуры они очень существенно влияют даже на заболеваемость например люди индивидуалистической культуры сильно больше страдают от сердечно-сосудистых заболеваний в то время как люди коллективистской депрессии люди коллективистской культуры крайне успешно делают подъем через образование кроме азиата американцев сша вопреки дискриминации расизму так сделали в свое время ирландцы евреи из восточной европы больше бывшие советские мигранты потому что там где ребенку и индивидуалистической культуры неважно белому негру или латинос если у него не получается говорят ну значит по природе не способен ищи себе другое занятие то люди коллективистской культуры говорят try and try and try again трудись мы все перестроимся чтоб ты мог и кто-то действительно может то есть характер культуры реально влияет на поведение и даже на физиологию людей и соответственно возвращаясь к китаю авторы этой замечательной статьи в кавычках нашли такой градиент от выращивание пшеницы показанного черным к выращиванию риса показанного более зеленым где действительно вдоль градиента от черного к зеленому индивидуалистическая культура меняется коллективистской но это не единственный такой градиент который можно положить проложить культура как я уже сказал меняется в зависимости от богатства приморские провинции китая более богатые соответственно там и там больше людей с высокими доходами соответственно у них с коллективизмом хуже и если посмотреть на градиент с севера на юг китая то на юге китая для больше богатых коллективистской культуры меньше но именно там выращивается рис в силу климатических особенностей то есть грубо говоря однониточные теории плохи следующим они смотрят лишь на определенные факты удобные для них они на все относящиеся к делу поэтому их авторы склонны собирать подтверждение теорию вместо того чтобы искать опровержений как следует по критерию фальсификации поппера они ориентируются лишь на методы дающие благоприятные данные для их теории вместо анализа результатов разных методов проверяющих друг друга чтобы вывод давал наилучшее объяснение для разного рода данных они одного самого удобного собственно научное знание это такое которое дает максимально экономное объяснение наиболее гетерогенному собранию фактов собственно именно поэтому в свое время механика коперника пересилила механику потолемея хотя расчеты конкретных небесных траекторий давала вначале хуже но она давала более общее объяснение на одном основании более разнородной группы фактов и наконец однониточные теории игнорируют вторичные откликки на действия фактора способные поменять знак воздействия на противоположный в нашем случае когда мы анализируем как изменится продуктивность экосистем от лесов до пустыни влажных тропических лесов с ростом концентрации co2 игнорируются антропогенные нарушения но например в последние советские годы в национальных республиках юга россии вроде калмыки хозяйство увеличивали количество скота настолько что был превышен предел пастбищной нагрузки началась дегрессия разрушение растительности и в результате черные земли в калмыки стали пустыней с песчаными дунами и так далее после коллапса сельского хозяйства в 90-е годы там восстановились сухие степи травянистые все хорошо а вот сейчас вы видите на территории северо-западного приказ пи вновь появляются острова опустынивания интенсивность опустынивания возрастает с увеличением отрицательного коэффициент корреляции между альбедо и температурой поверхности альбедо это отражательная способность соответственно чем сильнее корреляция между альбедо и температурой тем менее развита растительность растительность меняет эту связь тем сильнее она стравлена и соответственно вот тут видно три биосферный заповедник черные земли для растительность восстановилась но зато появились новые пятна стравливаний именно в результате того что сельское хозяйство восстанавливается и она дает местную нагрузку и это местная нагрузка способна пересилить глобальный тренд прошлый раз я вам рассказывал о том что в заволжье в близких условиях луговые степи более богатой растительностью наступают на сухие и соответственно нам если мы говорим будет ли позеленение или наоборот будет дальнейшее разрушение растительных сообществ нам надо учитывать не только глобальное потепление но глобальное потепление на всей планете а плюс б местные нарушения плюс в третий фактор это способность растительности к саморегуляции особенно лесной луговая или степная здесь менее способна собственно чем проще растительный покров чем меньше в нем ярусов тем менее он способен саморегуляции но вот лес максимально способен работать как гомеостат то есть не только биосфера глобальный гомеостат но и каждый отдельный лес в той мере в какой он не нарушен это локальный гомеостат и соответственно несмотря на то что климат вокруг меняется вот справа видна зависимость зависимость между макроклиматом то есть изменение температуры по декадам и микроклиматом температуры внутри лесного массива вы видите что разброс очень велик и этот разброс описывается очень простой закономерностью чем больше нарушений под пологом массива тем сильнее микроклимат сдвинут в сторону макроклимата снаружи пока массив целостен и крупен он остается у той чем даже если климат на земле в целом меняется собственно именно в этом гомеостатическая роль крупных массивов мало нарушенных лесов и болот о которых я так много вам твердил в прошлый раз и соответственно понятно что чем интенсивнее нарушения причем не важно какого характера это могут быть пятна пожарищ это могут быть кострище от туристов это могут быть пятна вытаптывания туристов это могут быть погибшие деревья от размножения гусениц едящих листву или краедов убивающих ствол как только распространяются нарушения лес начинает сохнуть теряет способность регулировать свой микроклимат а это значит скорее всего исходя из наших еремки нам гипотезы данная лесная территория из стока углерода то есть из места где дополнительный co2 выброшенный воздух будет усваиваться и захораниваться превращается наоборот в источник это верно для нарушения влажностного режима если мы попробуем осушить болото ну скажем чтобы превратить его в сельхозугодье или если у нас например заболачивается лес скажем при дорожном строительстве при неграмотно созданной вот этой вот насыпи дорожной одежды очень часто значительные участки леса заболачиваются и всякое нарушение всякое отклонение место обитания от типичного состояния для леса это заболачивание для болото осушение для того и другого это фрагментация ведет к тому что способность связывать углерод исчезает и наоборот запасенный там углерод начинает лететь в воздух дополнительно разогревая бороду господа богу и вот статья как раз это и показывает чем выше степень интегрированности лесных ландшафтов тем выше способность связывать углерод более зеленые оттенки там где леса дезинтегрированы где они фрагментированы где на них интенсивно наступают рубящие их скажем владельцы латифундии как в бразилии там где эти леса фрагментируются урбанизации дорожным строительством как на востоке сша более коричневые участки при низкой интегрированности лес из место где дополнительные выброшены в атмосферу углерод запасается становится наоборот местом этого выброса тоже касается и пожаров вот например график такой вот многоцветный это не нарушенная канадская тайга после того как ее поели хвоя грызущие насекомые ствола убивающие насекомые или прошли пожары она из стока углерода вы видите выше там где написано стинг выше нулевого уровня она превращается в источник фонит и co2 и х4 и это же относится к лесам все планеты вот справа в кругу вы можете для разных стран посмотреть насколько сохранились леса высокой степени интегрированности малонарушные которые вместе с находящимися там болотами могут работать на стабилизацию климата россия в этом плане сохранила пожалуй больше всего таких лесов важно 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 также зависимость от возраста леса насаждения она показана в центре молодой лес интенсивно связывает углерод но зато он не очень может его запасать в морт массе и прочим поэтому он часто больше выделяет углерода чем связывает уже поэтому кстати биотопливо крайне популярное ныне она на деле опасно с точки зрения регуляции глобального потепления от плантации биотоплива воздух летит больше углерода чем может быть связано и по мере того как он становится зрелым старым экологи говорят что он приближается к климаксу то есть к тому типу сообщества которое в данных условиях может существовать неограниченно долго если только его не нарушать если в этом процессе лес не нарушается он начинается лучше и лучше работать на связывание за хранение co2 вывод из круговой ворот увы происходящее нарушение одновременно стимулирует пожары вы знаете что последние годы ознаменовались чудовищными пожарами их учащением и значительным распространением по планете там где люди активно леса посещают ведут лесозаготовки частота пожаров практически полностью определяется посещениями а там где лесов людей почти нет например на севере сибири там из-за потепления учащается количество сухих молний которые собственно лес поджигают результат примерно один и тот же с ростом потепления удлиняется пожароопасный сезон в том числе из-за того что увеличивается количество засухливых участков то есть там где есть люди чем больше лес посещается тем дольше пожароопасный сезон и выше риск загорания чем длиннее периоды засухи приходящие летом тем выше риск загорания плюс изменения климата сами по себе этому способны поэтому леса начинают чаще гореть даже при прочих равных а это значит что надо интенсифицировать охрану тех массивов которые еще остались мало нарушенными потому что чем менее нарушен лес тем более он сырой и тем труднее он горит собственно другой момент важный это фрагментация фрагментирован если крупный массив он теряет меньше углерода чем такой же по площади но раздробленный на n куску различия ну примерно в степени соответственно как меня как будет меняться ситуация есть три варианта первый первый сценарий оптимистический глобальное позеленение дополнительные выброшенный углекислый газ будет усвоен способствуя экспансии биомов с большей фитомассы большей долей болот структуре ландшафта и сжатия биома с меньше плюс урожай на сельхозкультур вырастет потепление преодолевается или оказывается положительным фактором кривые справа это как раз возможные сценарии вот повышающийся уровень биомассы это вот как раз позитивный сценарий второй сценарий балансовая модель выброса парниковых газов и их следствия гумидное и аридное потепление в разных частях планет усиливают не только фотосинтез но и дыхание прошлый раз мы с вами уже говорили о том что вот этот аспект сторонники идеи что будет только лучше забывают а как распорядятся растения дополнительным климатическим ресурсом где будет позеленение а где нет определиться сальдо обоих процессов зависим от локального климата то есть это не калька планетарных изменений а во многом следствие местного климата и микроклимата и наконец второй 012 это вот та рабочая гипотеза которую мы отстаиваем с еремкиным что выбросы co2 лишь один из аспектов прогрессирующего нарушения природных биомов собственно углекислого газа и метана становится все больше и больше не только потому что мы больше сжигаем топлива ездят машины работают кондиционеры и так далее но потому что мы разрушаем и фрагментируем природные сообщества а также способствуем их погибанию вредителями и всего прочего чем больше нарушений тем больше уже запасенный углерод вылетает воздух а тут включается так называемая контура разрушения положительные обратные связи способствующие еще большему выбросу co2 еще большему нагреву еще больше экспансии нарушений от последствия нагрева начавшиеся на первых порах озеленение обращается вспять и я предполагаю что то озеленение на которое обращает внимание например экспансию лесов по советских государствах экспансию леса на российском севере в горы это с одной стороны и следствие коллапса советского сельского хозяйства следствие спада производства собственно позволившего природе восстановиться а с другой стороны даже если производства на этих территориях не поднимется я думаю все равно дальнейший ход потепления приведет к тому что озеленение сменится по бурением то что сейчас уже просматривается и называется по аналогии с global greening global броунинг те участки где вроде бы зелень прибавлялась через зелень прибавлялась 2010 и 2020 годы через некоторое время они будут там зелень будет уменьшаться почему так получается потому что сообщество быстрее будут проедать углерод запасаемый в почве и мордмассе чем добавлять новый фотосинтезом связывание это именно потому что в отличие от плеоцена в отличие от палеонтологического прошлого нынешние выбросы 102 лишь один из аспектов разрушения природных биомов тогда потепление усиливает общий экологический кризис создает разные хозяйственные трудности или усугубляет имеющиеся то есть заставляет все больше и больше вкладываться в восстановление нормальной среды обитания отвлекая ресурс от каких-то других возможностей и действительно мы видим что вот данные данные из ничего глобальная карта изменений потоков углерода в 21 веке все большее количество лесов из стока углерода превращается в источник теперь давайте отвлечемся и рассмотрим данные по глобальному озеленению вот статья 2016 года знаковая для этого направления она показывает что на одних и тех же территориях индекс средний индекс листовой поверхности average leaf area увеличивается что и отражается в позеленении тут сразу возникают вопросы посмотрите какой ярко зеленый восток китая восток китая это вообще говоря сплошной город каменные джунгли интенсивнейшим образом расползающийся по территории я в доп материалах к нашему разговору тяну ссылку на это какое там я извиняюсь развитие растительность значит с этим индексом что-то не так наверное второй момент в этой статье честно говорится о том что успехи китая и индиев озеленение позеленение это даже вынесено в заголовок статьи вообще говоря созданы рефористации искусственным лесовосстановлением которая сейчас именно в целях противодействия климатическим изменениям распространяется во всех странах включая на самые отсталые страны африки я собираюсь в ближайшее время написать про подвиг якуба савадогу жителя буркина фаса который при помощи и поддержке великого томаса санкары создал новый способ лесовосстановления он использовал местную технологию посадок в лунке сельхозкультур так называемые заи он ее усовершенствовал и стал мозаично размещать между посевами сельхозкультур участки лесные и благодаря поддержке санкары это новшество распространилась на так называемых рынках рынках инноваций которые по всей западной африке вот это замечательное изобретение разнесли санкару к сожалению быстро убили савадогу по счастью нет он смог продолжить работу и современные работы по буркина фаса данные космоснимкам показывают что растительность прогрессирует именно там где люди вкладываются в эту самую рефористацию это же в эфиопии это же в монголии то есть речь идет не только о китае индии странах достаточно богатых но это сейчас мировой тренд другой важный момент выводы делаемые только по одному показателю они уязвимы это как со свидетелем в суде каждый свидетель что-то перевирает что-то искажает и поэтому важен их перекрестный допрос аналогом перекрестного допроса в нашем случае будет сравнение того что мы видим на пикселях космоснимков с наземными геоботаническими исследованиями вот как раз для территории западной африки сахеля космоснимок в центре показывает позеленение точки места наземных геоботанических исследований черные точки произведенные на той же территории которая была снята слева вы видите изменение температур изменения осадков и ндв и это развитие растительности определяемая по тем же космоснимка 2000 года очень много говорили про позеленение сахеля и вы видите что действительно и осадков было больше растительность разбилась однако 2010 года снова пришла засуха и страшный голод и и вот неожиданно оказывается что те территории которые на космоснимках выглядят зелеными они при наземном обследовании могут показывать наоборот деградацию растительности то есть особенно если речь идет о древесной кустарниковой растительности нет травянистой которая медленнее развивается и медленнее меняется соответственно темные темные столбцы на графике снизу декриза это сокращение растительности и видно что на одних и тех же территориях помеченных на космоснимках как зеленевшие растительность может и прибавляться и убавляться по данным наземных исследований и наоборот вот итоговая картиночка реальный прирост растительности происходит как на тех пикселях космоснимка которые определены как гриннинг и на тех которые определены как нот гриннинг тоже верные наоборот иными словами от трети до двух третей площади космоснимок оценивает неверно и должен быть скорректирован больше того это работа 2016 года про глобал гриннинг а сейчас даже те кто работает в рамках этой парадигмы и смотрит только изменение индекса листовой поверхности все больше начинают говорить про глобал броунинг те территории которые в середине 2015-2010 годов были позеленевшими там стало больше листовой поверхности они становятся все более коричневыми одна из причин этого рост нарушений более важная а другая частная потому что индекс листовой поверхности он очень неустойчив представьте себе например на вырубки или гарри бурно разрастется иван чай или еще какая такая вот бурьянная растительность и сразу будет много сильное позеленение тоже касается при очень незначительным но высоком в относительном выражении прибавление зеленых ареалов вокруг городов так например появляются позеленевшие участки восточно-китайских агломераций или увеличение интенсивности сельхоз сельского хозяйства когда на одной и той же территории за счет большего количества удобрений лучшей агротехники и так далее выращивается большая фитомасса культурных растений все это понятное дело не имеет отношение к реально происходящим процессом хотя является интересным таким первым шагом с которого надо начинать поэтому реально сахара она расползается хотя и клочно локальные процессы важны где-то там где люди сопротивляются как это делает санкара и другие активисты рефористации там она не расползается там где люди бегут хозяйственных территорий в города оставляя их запустевать ну например из-за исламистской угрозы там она тоже не распространяется но по большей части вы видите что побурение распространяется сильнее чем позеленение еще важный момент сложность экосистем большая часть причинно-следственных связей не оценена количественно до сих пор и соответственно не учитывается в нашем анализе ведь например посмотрите начали мы с простейшей схемы больше co2 больше фитомассы дальше мы должны были добавить дополнительный фактор дыхание роль дыхания растений затем мы добавили роль нарушений затем мы добавили роль связывания и захоронения углерода в почве в трофах и так далее но например как повышение активности микробного метаболизма при протаивании межомерзлых почвах почвы скажется на баланс между стоком и источником углерода или как потепление вызывает усиление роста корней природе температур с выделения в почву органических веществ дальше идет рост числа питающихся ими бактерий усиление разложения органики что раньше была стабильной больше эмиссии углерода в воздух и так далее причем к сожалению большая часть этих неучтенных причинно-следственных связей работает на негатив на увеличение выброса углерода в воздух в то время как на связывание ну все меньше и меньше количество и действительно в 2009 году появляются данные что с ростом концентрации co2 экосистемы быстрее съедают накопленный углерод чем связывают новый вот посмотрите пожалуйста в центре кривая киллинга с которой я начал свой рассказ экспоненциальный рост концентрации co2 зубцы на ней это ежегодно следствие ежегодного изменения растительности когда она идет в рост смотрим на график слева концентрация co2 весной падает минимум достигается летом точку 3 назовем весенним пересечением точку 4 осенним пересечением я уже вам говорил что важнейшее доказательство потепления это то что по мере того как теплеет все фенодаты сдвигаются на более ранние сроки стрелка там где 3 весной растительность развивается раньше а вот будет ли позеленение определяется точкой 4 осенним пересечением если бы с ростом концентрации co2 осеннее пересечения наступало все позже и позже то есть дольше обошел вегетационный период экосистемы дольше бы связывали и захоранивали углерод чем прожигали его то тогда да тогда гипотеза позеленения сработала бы замечательно увы для большинства территорий с двух тысяч девятого года оказывается что точка осеннего пересечения сдвигается на все более и более ранние сроки почему причин здесь две первое это то что потепление сильнее активизирует например микрофлуру и редуцентов чем продуцентов и соответственно они большую часть накопленного углерода съедают быстрее чем связывают новую второй момент это нарушение которые тоже активизируют этот процесс и соответственно начиная с двух тысяч девятого года оказывается что все большее количество экосистем на планете сдвигает осеннее пересечение на все более ранние сроки впервые это было показано как вы видите на этом графике для тундры аляски дата при которой выбросы со2 начинают идти вверх каждый год сдвигается на все более ранние сроки по мере потепления а в дух концу двух тысячи десятых годов подобное отмечалось уже во влажных тропических лесах понятно что тундра это самая бедная растительностью место обитания самым менее интенсивным метаболизмом самое неустойчивое уязвимое к нарушениям поэтому там этот эффект определился раньше всего а влажные тропические леса где большая часть углерода находится в круговороте минимум запасания у них это определилось позже всего другой момент был показан отечественными авторами особенно ворониным дело в том что при фотосинтезе достигается вполне соотношение фотосинтеза и дыхания определяет изотопный состав ну той древесины которая откладывается в годичных кольцах и собственно ивлеф и воронин смотрели изменение изотопного состава в лиственницах сибирской тайги соответственно начиная с 90-х годов отлагающиеся годичные кольца обогащались в основном легким изотопом c12 а начиная с 90-х откладывающиеся годичные кольца древесины обогащались изотопом 13 что говорит о том что дыхание превозмогло фотосинтез то есть до 90-х годов в сибирской тайге под иркутском где они брали свои данные в ответ на рост концентрации co2 усиливался фотосинтез и усиливалось связывание его а а начиная с 90-х годов оно ослабло и связано это с изменением местного климата картинки справа стали чаще приходить летние засухи именно тогда когда дерево фотосинтезируют активнее всего и соответственно это сломало соотношение между фотосинтезом и дыханием и что отразилось в изотопном составе древесины похоже процесс идет по всей планете собственно вот в двухтысячных двухтысяч десятых годах был осуществлен проект флюкснет где анализировался поток углерода в разных сообществах не нарушенных красные точки и нарушенных вырубками огнем осушением зеленые треугольнички и оказывается что вне нарушенных сообществах в ответ на потепление и другое прибавление климатических ресурсов связывание углекислого газа превосходит дыхание а в нарушенных наоборот это прямое подтверждение той гипотезы которую мы с Григорием Заниславовичем сформулировали в нарушенных сообществах с ходом потепления а я замечу что потепление добавляет растениям новые климатические ресурсы больше тепла дольше вегетационный период часто также и больше влажности поэтому теоретически должно быть только лучше но там где сообщества нарушены они интенсивнее прожигают уже накопленный углерод чем связывают новый и соответственно по этой причине растительность чем дальше тем неэффективнее распоряжается климатическими ресурсами вот тут видно как меняется НДВИ то есть фитомасса оцененная по космоснимкам на прибавление миллиметра осадков она скорее уменьшается чем прирастает и на 1 градус суммарно годовых температур это данные 2000-х годов дальше это усиливается в целом ряде регионов вы видите что вместо позеленения первичная продукция начинает сокращаться то есть как раз то самое побурение это оценки наземные а не по космоснимкам они более достоверны и соответственно если дополнительная фитомасса появляется от лишнего СО2 то она к сожалению оказывается менее питательна для фитофагов впервые то есть там где рост СО2 на тех кусочках земной поверхности увеличил фитомассу там она содержит меньше микроэлементов и азота фосфора калия биогенов картинка внизу и это было показано для кобылок канзасских прерий на особо охраняемых природных территориях то есть там где не нарушено сельским хозяйством на части таких заповедников пасли бизонов что как бы полностью имитировало природный режим и оказывается что фитомасса увеличивается график справа вверху а пищевая цена снижается в результате чего кобылкам плохо они снижают числость они голодают то есть основные компоненты экосистем животные играющие важную роль в перераспределении созданное растением фитомасса и с воспроизводством самой растительности этот механизм нарушается соответственно так же и с лесами 2000-е годы были очень позитивные сообщения о том что лесов становится больше по крайней мере в развитых странах потому что их сажают больше чем восстанавливают чем гибнет или рубят однако 2010-е годы вследствие потепления резко повысилась частота вспышек размножения краедов других вредителей и леса стали интенсивно гибнуть плюс к сожалению рыночные проекты мотивированные вроде природоохраны ну например модная в Европе так называемая биоэкономика давайте откажемся ради охраны климата для углеродного топлива будем топить древесины соответственно начинается активная вырубка лесов в том числе и тех которые могли бы работать для охраны этого самого климата тут я замечу общее правило что когда некий природоохранный по мотивации проект реализуется как бизнес он как правило имеет побочные следствия для природы вредные превышающие пользу и в дополнительных материалах к моему рассказу я приведу пример таких минусов для проектов разных стран от Германии до Чили в этом еще одна неприятная особенность современного капитализма и соответственно в нашей стране наша страна вследствие промышленного спада 90-х и прочих катастрофических событий свои леса частично восстановила они стали лучшим стоком замечу что распространение леса на север в горы во многом связано с коллапсом окружающего их сельского хозяйства например знаменитые лесные острова севернее границы леса на Таймыре дельтилены они очень здорово расширились если сравнивать с 70-ми годами но если вы почитаете их описание в те годы то их расширение во многом блокировалось перегоном оленей и остановками собственно оленеводов там это создавало повреждения это создавало рубки а когда оленеводство рухнуло ну естественно леса поползли однако вот эти данные замолодчиков это 17-й год видно что с ростом частоты пожаров и прочих бедствий размер стока который предоставляет сток углерода который предоставляется лесными ресурсами России подает то есть даже там где реализуется плюс он приходящий плюс потепление снижает продолжительность жизни деревьев практически по всей территории где это обследовалось особенно в тропиках что еще больше нарушает работу вот этой вот вновь созданной древесины в экономике природы еще один неприятный момент от потепления ожидался прирост сельхозпродукции и в оранжереях где сельхозкультуры обдували углекислым газом действительно это наблюдалось на полях увы наблюдается подъем численности сельхозвредителей поскольку больше фитомасса он лучше размножается и размножаясь он съедает в результате чего наблюдается ущерб и действительно сельское хозяйство скорее терпит ущерб последние 20 лет от потепления чем плюсы то есть я не знаю ни одной территории где сельскохозяйственное продуктивность сельского хозяйства бы выросла в связи с потеплением несмотря на прогнозы частично это связано с тем что во всех регионах а особенно в высокоурбанизированных вроде наших Палестин Европы и Северной Америки снижается численность обычных видов птиц это данные по США видно что там где местность не очень урбанизирована птиц становится даже несколько больше а там где урбанизировано их становится меньше и это значительное сокращение а птицы как вы понимаете это природные регуляторы тех самых насекомых которые едят наши урожаи и едят леса увы это общая картина следствия потепления не только на суше но и на море численность массовых видов животных важных для возвращения биогенов питательных веществ почвы играющих ключевую роль в экономике природы падает например одно из следствий потепления неприятных которые я не буду разбирать подробно это то что увеличивается частота заморных явлений так называемых красных прелью размножение водорослей губящих все живое поскольку они ядовитые для морских животных и для людей отчасти это связано с потеплением отчасти с местными факторами загрязнением биогенами как всегда в природе глобальный фактор плюс локальный и это вызывает массовую гибель птиц на морских базарах например каир а птицы нужны для того чтобы питательные вещества и съеденные рыбы вместе с пометом возвращать в море и экономика природы крутилась дальше и соответственно продуктивность наземных экосистем поэтому во многих местах падала даже в 80-е 2000-е годы когда общая фитомасса и усвоение углерода росли графики справа а сейчас уже побурение превосходит позеленение и вот тут собственно данные из статьи в Science показывает нашу подтверждают нашу первоначальную гипотезу что отклик фотосинтеза с ходом потепления будет все больше и больше ослабляться по мере того как оно будет пересиливаться дыханием а продуктивность биосферы будет снижаться и действительно опыт на болоте долговременный малонарушенные болота в Соединенных Штатах не подвергав их нагревая и соответственно видно что просто нагревание болота без нарушений вело к увеличению углерода и его эмиссии там где микроклимат не менялся там болото продолжало оставаться стоком углерода иными словами происходящее потепление на всем земном шаре снижает способность оставшихся экосистем этому потеплению противостоять иными словами глобальное позеленение вряд ли возможно скорее всего оно будет возможно при другом общественном устройстве когда в рамках плановой экономики будет восстановлен поляризованный ландшафт ну такой какой был вокруг советских городов с зелеными кольцами вокруг городов с зелеными клиньями так чтобы расползание городов эту связность природных сообществ вокруг не рушил теперь смертность если мы посмотрим зависимость смертности от температуры то мы увидим O-образную кривую в каждой стране сверху Финляндия в центре Лондона внизу Афины она соответствует некому интервалу плюс-минус 3 градуса вокруг средней летней температуры соответственно есть некий оптимум соответствующий средней летней температуре а выход за него как в сторону жары так и в сторону холода ведет к увеличению смертности в этой связи казалось бы действительно увеличение температуры спасает жизни потому что вы видите что синий хвост он кажется более более обширным чем красный хотя не везде увы зимняя смертность она наступает не прямо от холода она посредуется социальной системой например в депрессивных регионах нашей страны где благодаря советскому наследию есть центральное отопление зимний подъем смертности в разы меньше чем в Великобритании или в Португалии где отопление целиком частное то есть чем выше доля бедного населения лишен вынужденного экономить на обогреве вынужденного работать на холоде вынужденного плохо питаться зимой тем выше зимний подъем смертности то есть зимний подъем смертности он холодом лишь провоцируется а реально он реализуется через социальные факторы которые определяют смертность от сердечно-сосудистых заболеваний от последствий гриппа РВИ и так далее и соответственно через социальную структуру медицинскую в то время как подъем жары он вредит здоровью напрямую от жары от холода можно спрятаться утеплившись одевшись изменив поведение от жары не спрячешься кожу ты с себя не сбросишь и соответственно волны жары резко повышают смертность например в Москве и соответственно относительный прирост смертности от всех естественных причин в Москве вы видите что от жары он сильно более крутой именно потому что прирост от волны холода он отчасти компенсируется социальными факторами и другими изменениями от жары нет и соответственно на всем земном шаре температурных экстремумов и других стихийных бедствий становится больше я вам положу в дополнительные материалы работу одной моей студентки по северным городам она показывает что в северных городах России волны холода становятся не сильно меньше в последние 30-40 лет а вот волны жары сильно больше в результате вредное физиологическое воздействие начинают оказывать и другие поэтому идея что глобальное потепление спасает жизни увы не верна именно потому что убивал не холод а убивал и несовершенное общество с высоким уровнем социального неравенства и высоким доступом и низким доступом бедных разным благом замечу что важной частью угнетения бедных при современном капитализме является так называемое климатическое неравенство я вам в дом материалы положу соответствующие ссылки картирование американских городов очень сильно сегрегированных по уровню дохода отчасти также по расе показывает что более бедные более цветные расселены так что подвергаются большему воздействию но2 и других загрязнений они живут в менее озелененных районах соответственно на них сильнее действует жара поэтому от любых проблем связанных с изменением климата они страдают сильнее и вот карта стихийных бедствий которые испытали США 2021 год был экстремальным в этом плане и вероятно дальше будет еще хуже это же касается впрочем любой другой страны мира по России к сожалению хороших данных нет есть только частичные как этому противостоять надо вкладываться в изменение городской инфраструктуры в ту сторону в которую начали менять еще в советское время озеленяя город создавая экологические каркасы и сейчас в Швейцарии в Австралии в других странах активно создают природные территории внутри города для противодействия вредному для здоровья эффекту глобального потепления вот данные по одному из районов Калимонтана там где сильнее рубят лес там температура поднимается больше и больше потери рабочих часов потому что уже сейчас становятся актуальными на глобальном юге смерти работников сельского лесного хозяйства всех прочих работающих на открытом воздухе от жары поэтому для охраны работоспособности для повышения производительности труда надо сохранять крупные массивы ненарушенных лесов а вот данные по нашей стране виден рост опасных гидрометеорологических явлений очень быстрый и это при том что Россия страна с наилучшим образом сохранившимся природным капиталом из всех имеющихся это же другие стихийные бедствия видно что метеорологические и климатические тайфуны растут быстрее всего соответственно вот данные количественных характеристик выпавшие осадки график для выборочных метеостанций это тех которые не закрывались и не реорганизовывались в эти годы а устойчиво работали все время то есть данные по которым наиболее показательны видно что динамика по ним соответствует общему тренду то есть из-за нарушенности биосферы и из-за того что у нас нет планового хозяйства которое бы в одной части страны противостояла наводнениям а в другой части засухам а в каждой страны в каждой части страны хозяйствующие субъекты за свой кошты независимо друг от друга противостоят то наводнением то засухам понятно что это менее эффективно поскольку у нас нет планового хозяйства количество экстремальных явлений растет и вот собственно схема показывающая наше знание об этом то есть чем правее по оси x тем лучше мы понимаем воздействие климата на данные погодные аномалии соответственно 8 и 9 это экстремальная жара экстремальный холод 6 ливней 7 засухи а ось y это доверие к тому что по учащению этих аномалий действительно связано с изменением климата тут видно что и доверие и понимание весьма высокие и в нынешней социально-экономической ситуации ну в отдельных регионах придется готовиться к местным проблемам хотя эффективнее и разумнее было бы на значительной территории планово готовиться к отражению изменений противоположного рода за счет централизованных ресурсов и соответственно вот последняя картинка с цитатой Гоббса знание этих беспокойства за будущее располагает людей к исследованию причин явлений ибо знание этих причин делает людей более способными устроить свое настоящее к своему вязчему благополучию вот чтобы устроить свое настоящее к вязчему благополучию в нынешних условиях глобального потепления нужно преодоление капитализма потому что в нынешней ситуации богатые рост их потребления он разрушает больше чем на налоги из них и обычные люди старающиеся сохранить свою среду обитания в обычных местах существования чем эти люди могут восстановить то есть глобальный баланс процессов разрушения и восстановления в контексте тех последствий о которых мы знаем и которые я вот сейчас описал наверное есть и неизвестные скорее всего они будут действовать в эту сторону они требуют ограничения тех выгод которые получаются корпорациями за счет пренебрежения состояния биосферы и собственно климатическими изменениями и если их не окоротить они будут как вот написано в этой цитате цитат показывает мысли одного из известных природоохранников англичанина Джорджа Монбилла почему зеленые это новые красные они будут противиться любому пониманию ограничивающей свободу поступать так как не выгодно пусть даже их устремления являются очевидно неприемлемыми нет такой необходимости чтобы все приняли лучшее понимание происходящего те кто добровольно не ограничат то что они делают должны просто столкнуться с внешними ограничениями на их поведение независимо от того насколько они богаты в данный момент иными словами не только социальный гнет дискриминации социального неравенства требует силового ограничения богатых со стороны бедных потому что сами они не пойдут на это так и разрушительные изменения в биосфере созданные хозяйственной деятельностью богатых направлены исключительно на максимизацию прибыли требуют силового ограничивания со стороны плебса то есть люди против бизнеса это такое очень распространенное везде и всегда противостояние и изменение климата оно тоже касается может быть поэтому в Великобритании например в школах запрещено использовать любые материалы которые отрицают капитализм и не только коммунистические но и рассказывающие про изменение климата и глобальное вымирание ну вот на этом наверное все спасибо вопросы ну пока здесь собираются с вопросами у меня есть вопрос такой вот недавно слушала такую информацию и хотела у вас узнать про роль загрязнения пластиком в нарушении биосферы если я правильно потому что слушала тут краем уха что ну не знаю мне кажется это не совсем может быть корректно то что я слышала о том что вот мол не стоит беспокоиться о загрязнении пластиком потому что вот есть уже бактерии которые его прекрасно разлагают это все как бы мелочи вот что вы думаете в таких здесь всегда важен баланс что идет быстрее разложение или выбрасывание нового пластик увы выбрасывание нового идет быстрее то есть пока нам этот баланс не удастся свести беда и обратите внимание вот эти пластиковые острова океане мусорные они растут и это территории мертвый это не просто там пластик но там нет океанических это плохо причем западная компания они очень любят говорить о рециклинге и собственно они используют эти разговоры о рециклинге просто для того не для того чтобы рециклинг осуществлять а для того чтобы больше пластиков производить при этом они излишки сбывают в третий мир я дополнительные материалы положу статью на этот счет где процесс описан спасибо есть еще вопрос в комментариях но там говорят не помещается поэтому наверное зададут позже где вопрос в комментариях Дима Спиридонов пишет что не получается ограниченное для меня комментарий я просто не вижу он в чате нет не в чате это в группе библиотеки там трансляция есть подождите там пишет что сейчас я попробую этот вопрос найти секунду можно его зачитать я отвечу он пишет что мало букв там мало букв пишет проверю не сказал ли он меня ну тогда если что если мы сейчас не успеем я вам потом влечь но пишет такой большой вопрос что нельзя уместить тем более знающие знают подробностях и в общем сложный вопрос подождите немножко тут пришел вопрос вот к сожалению требует длинного ответа вот здесь вопрос появился о том что какие есть самые эффективные способы бороться с опустыниванием самое эффективное это снятие антопоенной нагрузки там где она избыточна есть очень интересный метод травостепей разработанный дзыбовым для восстановления этой растительности вот как раз вы меня в свое время спрашивали что делать амброзии захватывающей земли вот годится плюс озеленение то есть восстановление коренной растительности на значительных территориях так чтобы используемые территории ну скажем пастбищные или сельскохозяйственные они были как клеточки шахмат между полосами природной растительности будет ли перспектива будущем людям крупные пустыни снова озеленить вроде Сахары Гоби пока надо их сдержать имеет смысл сохранить те самые богатые сообщества самые богатые растительности которые сильнее всего разрушаются начиная с таежных лесов и кончать тропическими есть информация что в прошлом потепление уже случались и посильнее нынешнего есть ли достаточная информация об этом чтобы предсказать последствия нынешнего потепления на основе данных о прошлых верно ли мнение что в периоды формирования нефти и газа земля была покрыта мощными лесами развивающимися как раз на базе большого содержания углерода в атмосфере так ли это почему не сработает сейчас вот как раз свой прошлый рассказ я начал фактически с ответа на вопрос при оцене было столько же CO2 сколько сейчас и было только лучше но при оцене не было человеческого хозяйства разрушившего биосферу в отличие от сейчас в разрушенной биосфере никаких плюшев которых говорит автор вопроса не будут они превратятся в минус собственно вот я про это там уже 4 часа и рассказываю получается если у нас человеческая деятельность и развитие экономики и демографический взлет населения но если брать в общемировом масштабе если он как бы находится в прямом противоречии с сохранением лесных массивов болот и так далее и то не выйдет ли так в конечном итоге что какие бы меры по противостоянию глобальному потеплению не принимались человеческая деятельность все расширяющаяся и количество людей и урбанизация все равно как бы сделает негативный эффект и не придется ли ограничивать количество населения какими-то методами ну с одной стороны количество населения само стабилизируется это процесс демографического перехода и как раз я все предлагал Екатерине чтобы я вам рассказал про демографию как раз мне кажется в контексте экологических проблем было бы интересно да второй момент это то что удастся ли согласовать сохранение природных территорий с урбанизацией и развития сельского хозяйства это полностью зависит от общественного условия вот когда я вам рассказывал про охрану природы в СССР те кто слушали может быть помнят про идею поляризованного ландшафта Борис Борисович Артаманов то есть когда хозяйство управляемо планово и города растут с высшотой по железнодорожным путям удается и промышленный сельскохозяйственный рост и связанность и сохранность природных массив вот в этом случае и не случайно кстати страны СССР составляли 35-40% мировой экономики а выбрасывали всего 18% загрязнений и примерно столько же они давали нарушений природной территории в ГДР например количество природных ландшафтов уничтожаемых застройкой и всем прочим и рекультивируемых просто баланс удалось свести этого единственный раз в истории человечества то есть а в условиях капитализма когда города автозависимые расползаются как масляное пятно на бумаге естественно никакого баланса не сведешь в том числе и потому что как вы помните из рассказа прошлого раза один и тот же фактор глобальное потепление в одних местностях дает наводнение других противоположный эффект засуху противостоять надо и тому и другому на территории всей страны нужен единый планирующий орган если люди живущие местными проблемами и местными интересами ну или хозяйствующие субъекты будут в одном регионе меняться так в другом так то естественно значительная часть ресурсов потратится в этом минус как раз свободной конкуренции частного предпринимательства спасибо большое ну тогда я понимаю вопросов больше нет у нас если буду дальше я вам уже буду лично спасибо большое до свидания 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 Продолжение следует...